Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Как общественники помогают работе областных полицейских? Как выявляются нетрезвые водители и нечестные продавцы? Об этом говорим сегодня. И в нашей студии руководитель комиссии по правовым вопросам и правозащитной деятельности Общественного совета Главного управления МВД по Самарской области Алексей Бородин. Здравствуйте, Алексей Викторович! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как давно вы состоите в этом совете? В этом совете состою с 2011 года, то есть практически 5 лет. 5 лет. А вообще совет, он на 5 лет, по-моему, действует в течение 5 лет? По два года. Нет, есть по два года, и после истечения срока наступает процедура переизбрания. То есть вы уже в третьем получаете совете? Ну, получается, да. Вы специализируетесь, так скажем, на правовых вопросах. Вот опишите свою деятельность, кто к вам обращается, вы защищаете кого-то, рассматриваете жалобы. И вот интересно, всегда с двух сторон к вам обращаются, и люди, которые, скажем, недовольны работой полицейских, и, может быть, сами полицейские тоже какие-то проблемы у них есть, они тоже к вам могут обратиться. Знаете, как в силу того, что я профессиональный юрист, адвокат, и возглавил вот эту вот комиссию по правовым вопросам, по правозащитной деятельности, собственно, по своему профилю. Вопросы, с которыми обращаются к нам граждане и работники полиции, разные. В меньшей степени это работники полиции обращаются, и эти вопросы касаются больше всего, наверное, каких-то тем, связанных с выплатой пенсии, пособий, либо последующим получением жилья по сертификатам, ну, то, что им положено по закону. И в большей степени обращения, связанные с какими-то гражданскими темами, связанными с деятельностью полиции, либо и не связанными с деятельностью полиции вовсе, а просто гражданские вопросы, когда граждане считают, что если общественный совет ведет прием, значит, можно обратиться и получить консультацию. Ну, собственно говоря, мы и не скрываем, у нас открытая информация доступна и в интернете, и на баннерах о том, когда мы ведем прием. То есть к нам можно обращаться по разным вопросам. А вы можете вот уже достаточно долго вы в этой комиссии приблизительно сказать, сколько человек в год обращается? Ну, чтобы мы представляли масштаб работы, так скажем. В приемной порядка 60-70 обращений за год есть. Плюс у нас есть такая форма деятельности, когда мы ведем совместный прием с руководителями Главного управления внутренних дел. Да, это, конечно, эффективнее. Сразу озвучиваются проблемы, тут руководитель, да, он берет на контроль, ставит себе галочку. На контроль, дает поручения, и действительно эффективность большая. И там порядка где-то 50, вот за прошлый год было 51 такое обращение, в ходе которого я участвовал там и давал свои какие-то гражданские правовые, естественно, рекомендации, там, связанные с сутью вопроса. А как меняется работа общественного совета из года в год, так скажем? Потому что, вот, допустим, в последнее время, ну, где-то год, да, полтора, очень активировалась деятельность, очень много информации поступает, и все мы видим, что много каких-то акций проводится, разных движений общественных, наверное, эффективных возникает. Вот что послужило толчком для этого, на ваш взгляд? Вы правильно заметили, что жизнь не стоит на месте, и деятельность, и полиция, и общественная совета меняется со временем. А вот то, о чем мы сейчас с вами будем говорить, в принципе, касается такого очень интересного и правильного, со всех точек зрения, направления этого инициативы, которые были выдвинуты руководителем Главного управления внутренних дел Сергеем Александровичем Солодовниковым, связанным с развитием общественного движения. Это и ДНД, это и народный контроль, и ночной патруль. И это действительно на слуху, потому что в такой степени активности ранее этого не было, а сейчас это появилось, и это появилось в таком очень хорошем, близком контакте с людьми, когда граждане это видят, не только наличие этих людей и таких общественных организаций, но и видят пользу от появления вот этих структур. Вот я хотела как раз о пользе и поговорить. Вот есть какие-то цифры, статистика или факты, которые свидетельствуют об этой пользе? Да, мы видим наглядно, что дружинники ходят вместе с полицейскими по улицам. Мы видим, может быть, не так часто и явно ночной патруль или народный контроль, а вот в цифрах есть? Да, мы сейчас можем некоторые цифры озвучить, потому что они определенно показательны. Хотелось бы просто сказать, вот с чего начиналось. В 2015 год, в февраль, патрулей на улицах Самары было не больше 15. На весь город? На весь город. И, естественно, мы их практически не видели. Сейчас еженедельно выставляется 200 патрулей. Поскольку сотрудников полиции невозможно на все эти патрули выставить, они должны заниматься своей непосредственной еще деятельностью, то, естественно, стал вопрос о том, кто будет вместе с сотрудниками полиции участвовать. Нормативная база была создана заранее. Еще в 2014 году появился и федеральный закон, и областной закон об участии граждан в охране общественного порядка. Поэтому Сергей Александрович Солодовников предложил гражданам объединиться вместе с полицией и выйти на улицы города в качестве народных дружинников. Этот призыв был услышан, но надо отдать должное, он проявил очень много активности и энергии. Это были встречи с рабочими трудовых коллективов и с учебными заведениями. Поэтому вот сейчас на улицах города Самары уже 200 патрулей, и 2228 человек состоит в народной дружине города Самары. По Самарской области это более 5000 человек. Поэтому мы их видим. Работа организована достаточно четко, и хочу сказать не потому, что я со стороны наблюдаю, а с самого начала, когда эта деятельность стала организовываться, мы, общественники, вышли с целью общественного контроля и участвовали в первых разводах дружинников, в первых проходах их по улицам, общались и с руководителями территориальных отделов, и с гражданами. То есть мы увидели, что работа сразу на таком серьезном методическом уровне была построена, что позволило определиться и с достаточным количеством сотрудников полиции и граждан, которые участвуют, определены были улицы, маршруты. И, собственно говоря, вот работа эта пошла. Мы увидели полицейских и общественников в деле. Ну и кроме вот этих цифр, связанных с количеством людей, я могу сказать о том, что реально много происходит профилактических бесед в ходе таких рейдов. Много задержаний лиц, которые употребляют спиртное, совершают иные противоправные действия. Не говорю уже о преступлениях. Все-таки больше в этой части направление на административные такие пресечения вот этих всех хулиганских и иных незаконных действий. То есть работа пошла, и вот наши исследования общественного мнения показывают, что, в общем-то, граждане воспринимают это положительно. И могу привести вам пример последнего письма, которое там в апреле поступило, да, когда граждане пишут о том, что видя на улицах города полицейских и дружинников, жители получают уверенность в том, что они находятся под защитой и безопасностью. То есть такой яркий отзыв. Да-да-да, еще вот такие яркие тоже жилеты. Это тоже был такой правильный подход о том, чтобы на расстоянии там 200, 300, 400 метров уже было видно человека. И вот иногда уже сейчас едешь по городу, смотришь, появился, да, значит, там наступил четверг или пятница, когда люди уже дежурные вышли на улицу. И самая, наверное, яркая и показательная демонстрация вот этого эффекта, это вот если посмотреть на нашу набережную сегодня, да, ведь там никто не ходит, не пьет, не дебоширит или вот очень культурно, спокойно. Да, вот наша набережная была нашей болью, сейчас это стало нашей радостью, да. Вот этот эффект, вот этот эффект на лицо. Да. Да. Интересно. Давайте посмотрим сюжет как раз про народную дружину, которая в нашем городе есть, а потом продолжим разговор. Давайте, с удовольствием. На страже спокойствия горожан народные дружинники. ДНД начали работу в 2015 году. Они ежедневно патрулируют дворы и улицы города. Только в Самаре насчитывается 200 пеших нарядов. За год численность дружинников в области увеличилась в семь раз. Желающих встать на охрану порядка много. Экипировки на всех может не хватить. Поэтому представители полиции предлагают заранее об этом позаботиться. Предлагаем решением областной комиссии дать поручение органам местного самоправления муниципальных образований области принять меры по улучшению условий для деятельности народных дружин, в том числе по повышению уровня обеспеченности светоотражающими жилетами и удостоверениями. Работа добровольных дружин дает результат. На улицах области за год количество разбойных нападений сократилось на 7%, грабежей на 34%, угонов машин на 26%. На заседании комиссии обсудили способы поддержки ДНД. Решено на законодательном уровне ввести дополнительные меры поощрения для участников народных дружин. Мне бы хотелось отметить, что при этом основная роль в оказании поддержки гражданских инициатив по охране общественного порядка отведена органам местного самоправления как наиболее близкому гражданам уровня публичной власти. Снизить количество правонарушений поможет система «Безопасный город». Она должна объединить тысячи объектов в единую систему непрерывного мониторинга, которая позволит решить проблемы транспортной инфраструктуры и обеспечить комплексную безопасность стратегических объектов. «Безопасный город» включает в себя систему оповещения, видеонаблюдения, систему экстренных вызовов и мониторинга, пока проект находится в стадии разработки. Когда народная дружина только формировалась, было очень много вопросов по материальному поощрению тех, кто выходит на улицу. Вот сегодня это как-то решено и как это выстроено? Вы знаете, при таком большом количестве дружинников, которые есть, нельзя говорить о том, что каждый из них должен получать какую-то большую заработную плату. Нет, все-таки здесь у нас выстроено так отношение, что не только и не столько заработная плата является решающим фактором, когда ребята выходят на улицу. Потому что есть и другие стимулирующие такие темы, связанные с работой в народной дружине. Это и возможность показать себя для того, чтобы в последующем пойти в органы полиции, либо другие органы власти, показать то, что я работал вот там-то и уже зарекомендовал себя положительно. Но, тем не менее, как правильно отметили сейчас в сюжете, вопрос оплаты не стоит на месте, и он, в общем-то, практически с нуля поднимается. И сейчас ребята, которые выходят дежурить, получают по 120 рублей за час работы. Ну, оговорюсь, не все, не сплошным методом, но вот в основном это есть. Кроме того, такой правильной мерой стимулированной является страхование работников, вернее, ребят, которые выходят в ДНД. Росгострах осмотрел вопрос, и были выработаны условия для того, что, если не ошибаюсь, порядка 300 человек, есть 300 полисов на город Самару. Но не только в Самаре страхуют и в других районах, но это вопрос такой, постепенно он как бы выходит из такого состояния. И, кроме все-таки оплаты, я хотел бы подчеркнуть, что, встречаясь с представителями ДНД на территориях, с представителями органов власти, с гражданами, мы приходим к выводу, что мерами поддержки и стимулирования могут быть и это поощрение, это вручение грамот, в некоторых случаях ценных подарков. Это тоже является такой мерой одобрения и поощрения, которая, в общем-то, говорит о том, что это нужно обществу. И девушке. Тоже было много вопросов о том, что, как ни странно, очень много желающих девушек и женщин было патрулировать город. Вот с этим как-то решилось, потому что мы вот, честно говоря, я немного вижу, даже, по-моему, ни разу не видела, чтобы представительницы прекрасного пола патрулировали вместе с полицейскими. У нас, знаете как, если возникает такая необходимость, руководитель народной дружины этот вопрос рассмотрит, поэтому мы... То есть запрета нет? Не закрыты, да, но вот, пожалуйста, обращайтесь, но надо понимать, что все-таки это непросто и нелегко, это на ногах и плюс... Есть определенный риск тоже, потому что если будут какие-то преступные элементы, то... Поэтому надо взвесить. Вот можно проявить свою активность и в других направлениях, да, и в том числе, если девушка-юрист, она может участвовать в консультировании граждан, помогая нам в общественном совете, это тоже будет здорово. Да. И следующая вот такая организация даже, это ночной патруль общественная. Вот здесь какой эффект? И вообще интересно, когда они действуют? Когда они вот в свои рейды выходят? Если можно такую, конечно, информацию раскрывать, потому что... Нет, ну, безусловно, мы раскроем с вами та информация, она не секретная. Также в марте 2015 года, когда вот стала продвигаться тема добровольной народной дружины, параллельно стало развиваться направление ночного патруля. Это было связано с тем, что на улицах города, ну, и днем, а большей частью ночью мы встречаем пьяных водителей. И те аварии, которые по всей стране происходили с их участием, да и происходят, к сожалению, сейчас, они не могут оставить никого равнодушными. Поэтому руководство ГУД и, безусловно, Сергей Александрович, они определились так, что инициативу граждан надо направить в такое мирное русло, которое послужило бы и интересам всего общества. Поэтому те ребята, которые готовы были по ночам выходить на работу вместе с сотрудниками ГАИ, был выработан такой подход, заключено соглашение и определились, что выходят, их снабжают и информацией, как себя вести, их прикрепляют либо к сотрудникам ГАИ, либо они действуют самостоятельно. Они имеют прямой канал доступа до сотрудников ГАИ и сообщают, если они видят, кто-то нарушает правила дорожного движения, кто-то сел за руль в нетрезвом состоянии и управляет автомобилем, при этом нарушает правила дорожного движения, они сообщают сотрудникам ГАИ. И те, зная, что это ребята из ночного патруля, быстро реагируют. И, собственно говоря, вот такая деятельность в виде информации и содействия во время различных рейдов и мероприятий, оно дает такой эффект. Вот всего было за 15-й год задействовано таких молодых активных ребят практически 700 человек. Значит, 401 факт нарушений был вместе с участием этих ребят зафиксирован. 379 человек было привлечено к административной ответственности. Но, знаете как, то не было. И нужно предположить, сколько несчастных случаев было предотвращено. Было предотвращено. Поэтому эта инициатива, она, безусловно, имеет большое значение, и активных ребят надо включать вот в такую нормальную общественно важную деятельность. Но кроме вот ночного патруля в виде отдельных вот инициативных граждан, была еще такая разработана форма, как взаимодействие с сотрудниками такси. То есть с руководством таксомоторных организаций также были подписаны соглашения о взаимодействии. Поскольку таксист-то он ночью в силу своей профессии, да, постоянно находится на улицах города. Поэтому они также включились в работу. Это не секрет, это наоборот предупреждение тем, кто по ночам хочет лихачить, ездить там в нетрезвом состоянии. Имейте в виду, за вами есть глаз не только работников ГАИ, но и граждан активных, которые знают, куда позвонить и как правильно сообщить. Да, целая сеть. Ну, тоже очень интересная находка с таксистом, действительно хорошая идея. Но здесь вот все более-менее понятно. А с народным контролем кажется, что на этом должны специализироваться люди, которые все-таки в потребительском рынке и в каких-то вот юридических нормах должны разбираться. Вот какие у них функции, цели, задачи? И кто, собственно говоря, может этим заниматься, вот именно народным контролем? Народный контроль в основе этой идеи лежало взаимодействие с общественными организациями, которые изначально были специализированы вот в этой сфере. Вы правильно сказали, что не вот каждый там пошел. Естественно, каждый там себе контролер, когда идет и супермаркет что-то покупает. Здесь все-таки надо иметь определенный опыт. Поэтому нашли специальную организацию, которая Союз потребителей. Они занимались этим профессионально несколько лет. Руководитель этой организации вошел в состав общественного совета. Было также заключено соглашение. И вот могу сказать, что 156 человек по Самарской области в 2015 году приступили вот к этому сотрудничеству. По Самаре это 60 активных ребят. Значит, в чем заключается их работа? Они совместно с сотрудниками полиции участвуют в рейдах и мероприятиях по выявлению тех торговых точек, которые занимаются деятельностью с нарушением закона. Либо они торгуют без лицензии, касается спиртных напитков, либо они продают спиртное несовершеннолетним. Ну, то есть вот такие явные нарушения, которые неоспоримы и которые влекут вред и гражданам города Самары, ну и, в общем-то, приносят еще ущерб и законному легальному бизнесу, который работает без нарушений. Поэтому ребята самостоятельно с участием работников полиции проводят такие мероприятия, что позволяет, собственно говоря, вот в 2015 году 550 практически проверок было с их участием. было составлено более 700 протоколов, о которых я сказал. То есть, ну и вот даже за 2016 год уже успели там составить 170 протоколов. А за каждым протоколом это есть определенные нарушения. И я вот не видел той статистики, которая свидетельствует о том, что вот эти протоколы были отменены в судебном порядке. То есть это достаточно выверенная, юридически грамотная работа. То есть, если уже пришли, составили протокол, то, значит, действительно... А за этим следуют штрафы, которые сегодня, собственно, идут в какие-то бюджеты, да? Ну, штраф бюджет и штрафы приличные. Если это там для физического лица продавца, это еще там в пределах 10-15 тысяч, то для должностного лица и для юридического это уже за 200 тысяч рублей. То есть подумают. Ведь самая главная задача и вот работников полиции, и патрулей, это создать условия, чтобы наказание было неотвратимо. И это будет иметь профилактическую функцию для всех остальных, когда будут видеть, что если нарушаешь, попал и заслуженно понес наказание. Да. И вот еще такая акция меня заинтересовала, даже не акция, а движение общественное. Товарищ участковый. Очень долгое время участковые, как по моим представлениям, оставались такими бойцами невидимого фронта, потому что мало кто знал, кто у них участковый, чем они занимаются и так далее. Вот эта акция, она на что направлена? Вы знаете, мы целенаправленно подняли этот вопрос, посоветовавшись в конце прошлого года с руководством, главка о том, как мы можем в этой ситуации помочь и, собственно, сотрудникам полиции, и самим понять, вот есть какие-то проблемы в работе или нет. Поэтому мы определили, что вот участковый, к которому обращаются в первую очередь граждане, которые ближе всего находятся к населению, мы выбрали вот этот блок деятельности полиции и разработали методику, по которой мы провели общественный контроль и познакомились с работой участковых инспекторов. Конечно, в целом изучение длилось около трех месяцев. В конце марта у нас было пленарное заседание общественного совета, мы подвели итоги, я там докладывал результаты этой акции. И могу так в целом сказать, что участковый, конечно, живет своей работой, потому что столько, сколько он занят этой работой, у него остается совершенно немного времени там на... Чтобы себя популяризировать где-то. На семью и на сон, все остальное он занят работой. Тем не менее, вежливые, аккуратные, подкованные, юридические ребята, о них складывается положительное впечатление, когда участвуешь в ходе их работы, когда они принимают граждан, слушаешь о том, какие отзывы о их работе со стороны населения идет. И в итоге мы, в принципе, какие выводы для себя сделали, что мы, общественники, можем помочь участковым в части создания для них более комфортных условий для работы, поскольку это не только для участкового, но и для того человека, который обращается. То есть это и доступность для инвалида участкового пункта полиции, это и нормальные условия, чтобы там был ремонт сделан. Ну, насчет обеспеченности столами, стульями, компьютерами, это забота органов полиции, они справляются с этим. Вот выявили такой недостаток, о котором считаем, что не стоит скрывать, а мы обратились уже и в адрес главы города Самары, это провести ремонт в части помещений, которые занимают участковые. И просим также рассмотреть вопрос о том, чтобы выделили ряд новых помещений в тех микрорайонах, где активно ведется строительство, вводятся жилые дома. Потому что ведь норматив существует определенный, когда за одним участковым приписывается определенная территория с количеством проживающих в пределах 4 тысяч человек. Так у нас есть дома, которые вот сразу дают эту цифру, да, а участковый пункт находится на каком-то значительном удалении. Считаем, что если это будет рядом, это будет доступность лучше, больше, и граждане всегда будут знать, где находится участковый, ну и будут к нему приходить. Хорошее предложение. Вот я хотела вас поинтересоваться, как у общественника. Вот вы, наблюдая за работой полиции, за полицейскими, какие тенденции основные сегодня видите в полиции? Что происходит? Вот коротко, кратко, как можно это охарактеризовать? Я вам скажу так, что вот сейчас такое направление на максимальную открытость и доступность. И вы это видите по ряду тех действий, которые совершают полицейские. Это и вот все эти общественные формирования, которые мы с вами перечислили, это тоже такая степень открытости, когда граждане могут участвовать в работе и смотреть, как сотрудники полиции свои обязанности выполняют. Кроме того, вот все эти инициативы, когда ведутся прямые линии, когда ведется прием граждан и в прямом эфире, и по телефону, это достаточно новое для нас было в прошлом году, но сейчас уже, как говорится, к хорошему привыкаешь. И реально граждане могут, по телефону задав вопрос, быть уверены, что этот вопрос попадает в реестр, обязательно к рассмотрению, и, собственно, вопрос будет решен. Я хочу сейчас предложить посмотреть на наших полицейских, потому что совсем недавно прошел как раз смотровой строй. Да, это очень интересно. Кинологи, конники, добровольная дружина, ГИБДД. Все полицейские службы сегодня прошли в строевом параде на главной площади Самары. Более тысячи человек, как один, замирают по команде Смирна. Руководитель полицейского главка генерал Солодовников сегодня лично провел строевой смотр. Выучка полицейских не хуже, чем у военных. Сегодня одновременно с этим гарнизонным разводом в 17 районах области провели такие же разводы, гарнизоны тех органов внутренних дел, которые там представлены. Вместе со своими главами, вместе с активами. И эти сезонные мероприятия, которые мы проводим и весной, и осенью переднем полиции, они сегодня отождествляют принципы, которые мы закладываем и заложили вместе с вами одновременно. Главная наша задача – обеспечить покой и безопасность наших граждан. И мы обеспечиваем и будем обеспечивать. Показательные выступления провели бойцы полицейского спецназа. Они могут противостоять даже вооруженному огнестрельным оружием противнику. Сотрудники ГИБДД отработали тактику по преследованию и задержанию нарушителей, а кинологи показали, на что способны служебные собаки, которые тоже не боятся никакого оружия. Лучших сотрудников полиции и общественников наградили благодарственными письмами и ценными подарками. В городе и области редко. Это в основном применяется на Северном Кавказе, наши знания, технические возможности, тактика. А здесь, как увидят уже, они же знают, что СОБР работает, все сразу ложатся, никаких сопротивлений. Очень редко. И то с испугом. Прийти на осмотр полицейских сил Самарской области мог любой желающий. Вход на площадь был абсолютно свободным. Многие пришли с детьми, которых зрелище впечатлило. СОБР, 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 СОБР. Ну, как вы сказали, тренд на открытость, доступность. Скажите, пожалуйста, вот как в советское время, мне сразу раньше, вот какое было отношение к полицейским, к милиции вернее тогда. Что сегодня могут сделать горожане и общественники для того, для сближения все-таки службы, структуры и просто людей? Вы знаете, правильно поставлен вопрос, что граждане могут сделать, должны сделать. В этой ситуации гражданам надо, увидев какие новые формы и методы работы полиции есть, использовать их. Потому что не надо жить по старинке и забросив письмо куда-то, либо вообще не забросив письма, а считать, что работник полиции виноват. Не виноват, он активно помогает и рассматривает те заявления, обращения. И поэтому надо сейчас использовать все современные механизмы взаимодействия и получать, добиваться, отстаивать свои права, потому что для этого создано очень много нормальных таких условий. Вы как юрист ответили, как человек, житель нашего города. Спасибо большое за то, что пришли, информировали нас о работе общественного совета. Желаем вам эффективности в ней вместе с вашими коллегами. Всего самого хорошего. Благодарим вас за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова